SCP-1903. Секрет Джеки. Объект номер SCP-1903. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Сведения об SCP-1903 представляют информационную опасность и должны содержаться должным образом. Полная информация доступна только для сотрудников с уровнем допуска 2-1903, 3-1903, 4-1903. Персонал, назначенный на SCP-1903, не должен покидать зону 45B или зону 45C, за исключением чрезвычайной ситуации или в течение недели после 31 октября. Эта неделя считается отпуском. Она важна для снижения клаустрофобии, стресса и беспокойства для всего персонала, назначенного на объект. Смотрите протокол 1903G относительно процедуры замены персонала и поведения вне учреждения. Сотрудники, работающие с SCP-1903, должны продолжать выполнение своих служебных обязанностей так же, как они это делали ранее. Наем и переназначение персонала SCP-1903 должны выполняться только неназначенными на SCP-1903 сотрудниками. Персонал, назначенный на SCP-1903, может быть устранен при совершении подобных действий. Новому персоналу SCP-1903 должна предоставляться копия этого документа без цензуры для обязательного прочтения. Необходимо постоянное наличие как минимум 15 сотрудников со статусом SCP-1903. На данный момент количество сотрудников, имеющих допуск к SCP-1903, составляет 17 человек. SCP-1903 необходимо содержать на девятом этаже зоны 45С, в охраняемой камере 901. Камера должна быть оснащена вентиляционной фильтрующей системой и стандартным оборудованием. Контакт с SCP-1903 должен ограничиваться только физическим и психологическим лечением. Персоналу необходимо соблюдать стандартные протоколы взаимодействия с токсичными материалами и носить соответствующие защитные костюмы. Поверх нынешней одежды при контакте с SCP-1903. Бинты на левом глазу SCP-1903 следует менять раз в два дня. Описание. Редакция первая. 04.01.1940. SCP-1903 – женщина, ранее известная как Джеки Бартер, ростом 162 см. Носит карнавальные кроличьи уши. Руки и ноги SCP-1903 аномально пигментированы, левый глаз удален. В лицевой области эпидермис SCP-1903 отслаивается, но несмотря на обнажение гипердермы и дермы, не проявляется никаких признаков инфекции или кровопотери, кроме нескольких разрезов вокруг левой глазницы. Карнавальные кроличьи уши имеют нормальный состав, однако их снятие вызывает дискомфорт у SCP-1903. На бывшем месте работы с субъектами кроличьи уши, наряду с кошачьими, висими, волчьими и крысиными ушами, являются взаимозаменяемой частью униформа для сотрудниц. Были изъяты несколько карнавальных ушей для тестирования. Комплекты были помещены в хранилище для дальнейших исследований. Левый глаз SCP-1903 удален с помощью острого предмета. Судя по размеру и форме порезов, на глазнице можно предположить, что было стилетоподобное лезвие. Раны не похожи на самоповреждение и, судя по всему, не заживают в нормальном. SCP-1903 была обнаружена в Невадской больнице скорой медицинской помощи. Далее НБСМП, где первоначально проходило лечение глазных травм. Позже фонд сообщили, что у субъекта после 92-х часов лечения отделилась большая часть эпидермиса высшей линии подбородка. В заметках, сделанных НБСПМ, сообщается, что глазница SCP-1903 содержит следы удалено и изотопа ртути, а раны носят ритуальный характер. Удалено слишком загрязнено изотопом ртути, что препятствует проведению ДНК-анализа. SCP-1903 отказывается разговаривать с сотрудниками фонда. Ожидаются дальнейшие исследования. Редакция 2502-1940... SCP-1903 – женщина, ранее известная как Джеки Бартер. Субъект ростом 162 см, конечности когтистые, кровоточат. SCP-1903 носит карнавальные кроличьи уши. На лице субъекта расположена маска кролика, внешне напоминающая папье-маше, но состоящая из клеток кожи. Пластмасса подобного материала, крови, хлопковых волокон и незначительного количества ртути. Эта маска разрослась по всему лицу SCP-1903 до линии подбородка. Левый глаз субъекта удален. Руки и ноги SCP-1903 через поры выделяют загрязненную ртутью кровь. Воздействие ртути не смертельно для SCP-1903, но причиняет значительный ущерб ее психическому здоровью. По сравнению с обычными людьми, у SCP-1903 наблюдается повышенное кровотворение, из-за чего субъект способен справиться с обильной кровопотери. Причина, по которой у SCP-1903 не проявляются симптомы отравления ртутью, неизвестна. Маску SCP-1903 возможно снять, сделав разрезы в области настоящих ушей субъекта, но это повлечет повреждения или отделение всех кровеносных сосудов, зубов и нервных окончаний. Удаление маски вызовет у субъекта нестерпимую боль и, вероятно, смерть. Карнавальные кроличьи уши имеют нормальный состав, однако их удаление вызывает потерю слуха и дискомфорту SCP-1903. Эти кроличьи уши, которые первоначально были в паре с сопутствующей кроличьей маской белого цвета, выдали субъекту на бывшем месте работах. Женская униформа включает карнавальные звериные уши и белую маску. Части униформы идут в паре, так что владелец будет напоминать кролика, кошку, лису, волку или крысу. Несколько карнавальных ушей вместе с соответствующими им масками были изъято для тестирования. Ни один набор не вызвал эффекта производимого униформой SCP-1903. Вся изъятая униформа помещена в хранилище до дальнейшего уведомления. Также была найдена оригинальная маска SCP-1903, не проявляющая никаких аномальных свойств. Левый глаз SCP-1903 удален с помощью острого предмета. Судя по размеру и форме порезов, на глазнице можно предположить, что это было стилетоподобное лезвие. Раны не похожи на самоповреждение и, судя по всему, не заживают нормально. SCP-1903 была обнаружена в Невадской больнице скорой медицинской помощи, далее НБСМП, где первоначально проходило лечение глазных травм. Из больницы в фонд сообщили, что глазница SCP-1903 содержит следы «удалено» и «изотопортутия». Предполагается, что изотопортутия были помещены в глазницу, чтобы воспрепятствовать проведению тестов ДНК и, возможно, вызвать дальнейший длительный ущерб физическому и психологическому здоровью субъектам, а также отслаивание большей части эпидермиса субъекта выше линии подбородка. В результате расследования бывший работодатель SCP-1903, господин Доннер, был вызван на допрос. Смотрите интервью 1903-1. Информация, полученная от господина Доннера, привлекла подозрение. Когда следователи фонда пришли домой, они выяснили, что подозреваемый покончил с собой за 12 часов до допроса Доннера. Наблюдались симптомы, похожие на симптомы SCP-1903. Несколько слоев кожи выше линии подбородка были замещены биологической маской. Скорее всего, перерезал себе маску с помощью ножа с откидным лезвием и поддев снял ее. Причиной смерти стала обширная кровопотеря. Примечательно, что биологическая маска не содержит никаких следов ртути. Другие участники, у которых обнаружены симптомы SCP-1903, находятся под следствием. Редакция номер 3. От 02.27.1949. Уведомление от Бюро по информационным опасностям. Информация об SCP-1903 временно удалена в ожидании перерассмотрения. Если вы читаете предыдущую редакцию этого документа или знаете сотрудника, который это делал, или заявлял о симптомах отравления ртутью, сосредоточенных конкретно в лицевой области, просьба уведомить дежурного в местном Бюро по информационным опасностям и ожидать дальнейших инструкций. Невыполнение этих требований может привести к эпидемии на территории зоны. В настоящее время 20 человек получают медицинскую помощь. Редакция номер 4. 03.09.1949. SCP-1903. Женщина ранее известная как Джеки Бартер. Субъект ростом 162 см. Конечности темные и когтистые. Носит карнавальные кроличьи уши. На лице субъекта расположена маска кролика в стиле папье-маше. SCP-1903 выделяет ртуть через поры рук и ног. Маска субъекта состоит из клеток кожи, пластмассоподобного материала, крови, хлопковых волокон и незначительного количества ртути. Левый глаз SCP-1903 удален. Информационной угрозой является совокупность данных об SCP-1903, таких как сведения об имени конкретных действиях в отношении к SCP-1903 и природе услуг, которые SCP-1903 оказывала до постановки на содержание. После ознакомления со всеми вышеперечисленными данными у субъекта развиваются симптомы, похожие на симптомы SCP-1903 во время содержания. Через два дня после получения инициирующей информации у субъекта проявляются симптомы отравления ртутью, а на его лицевой области начинают отслаиваться крупные участки кожи. Как правило, через пять дней поражённая область приобретает чисто белый цвет, а дерма начинает образовывать защитный слой такого же состава, как и маска SCP-1903, за исключением содержания ртути. Этот слой будет формироваться до тех пор, пока не покроет всю лицевую область субъектом, в конечном счёте образовав выглядящую как по пьемаше животную маску, аналогичную таковой SCP-1903. Обычно эта маска напоминает кролика, кошку, волка, лисицу или крысу. Во время этих преобразований изменяется пигментация рук и ног субъектом, конечности темнеют, ногти на них заостряются, вырастая в когти, а функции слуха объекта переходят на ближайшие карнавальные уши подходящие маски. После того, как субъекты получают эти уши, они отказываются их снимать. Скорее всего, из-за косвенных причин. Если пара ушей повреждается до такой степени, что не подлежит ремонту безопасных частей, субъект остаётся перманентно глухим. Субъекты сообщили о специфических галлюцинациях сразу после полного формирования маски. Смотрите интервью 1903-2 для дополнительной информации. И нежелание обсуждать SCP-1903 с теми, кто не подвергался ей воздействию. Однако других изменений в поведении не обнаружено. Когда поражённый субъект рассказывает здоровому инициирующую информацию, не поражённый субъект подвергается изменениям, которые претерпел поражённый субъект до этого момента. А у поражённого субъекта ускоряется кровотворение. 2-3 дня спустя кровь субъекта начинает просачиваться через поры на руках, ногах и дёснах. Через несколько часов в кровотоке субъекта появляется ртуть. Это не оказывает физического влияния на самого субъекта или других субъектов, находящихся в таком же состоянии. Однако это серьёзно сказывается на психическом здоровье субъекта, а также на психическом и физическом здоровье тех, кто не поражён аналогично. В событии 1903-27-02-1943 было обнаружено, что SCP-1903 является информационной угрозой медленного воздействия. Последствия эффекта информационной угрозы распространились на всю исследовательскую группу двух охранников и двух работников разведслужбы. У научного сотрудника Дженнингса, автора редакции 1 и редакции 2, появились запущенные симптомы информационной угрозы. Похоже, он покончил с собой посредством удаления маски после трёх дней изоляции. Доктор Хайвард сообщил, что SCP-1903 подошла к обзорному окну своей камеры и попыталась заговорить с доктором после прочтения редакции 2. Смотрите интервью SCP-1903-2 для дополнительной информации. SCP-1903 расклассифицировано как Евклид. Интервью 1903-1. Опрашиваемый господин Донор, опрашивающий агент Кроули. Предисловие. Господин Донор был допрошен в своём офисе агентом Кроули, представившимся частным сыщиком. Донору была предоставлена легенда о том, что SCP-1903 скончалась от потери крови. Начало интервью. 24.02.1940.50 минут первого. Кроули. Господин Донор, я частный детектив. У меня есть несколько вопросов. Можно вас на полслова? Донор, чёрт возьми, я думал вы уже всё закончили. Ладно, только быстро. Это плохо для бизнеса. Кроули, спасибо. Насколько хорошо вы знали Джеки? Донор, не очень. Она была одной из девочек. Ничего более. Я ни разу не слышал от неё ни одной жалобы. Пока не началось это дерьмо. Кроули, пауза. Вы что-нибудь о ней знаете? Донор, нет, не совсем. Я уверен, что она не пыталась ничего стащить или смотаться во время работы. Главное, я убедился, что она держала язык за зубами. Эээ, как там её звали? Кроули, Джеки. Донор, ах да. Кроули, чем именно занимаются ваши сотрудницы? Донор, не знаю. Кроули, вы действительно думаете, что я вам поверю, Донор? Это же ваш гребаный бизнес. Донор, позвольте мне уточнить. Я не хочу знать. Как правило, наши клиенты птицы весьма высокого полёта и работают они, как следствие, очень много. А если делу время, а потехи нет, то со временем можно изрядно испортиться. Они стараются не привлекать лишнего внимания, поэтому я даю им возможность скрыть свою личность. Можешь покапать на мозге по этому поводу, может быть полезно. Кроули вздыхает. Донор. Да, он всегда выглядел так, будто ждал чего-то. Он управлял химическими заводами в нескольких кварталах отсюда. Был женат, имел высокий доход, не имел судимости. Он был постоянным клиентом, но постоянно приводил трёх-четырёх друзей, каждый раз разных. Не спрашивайте, кто они, я не знаю. Я не смог добыть информацию ни об одном из них. Возможно, они использовали псевдонимы и никогда не возвращались. Возможно, они просто жили и старались не светиться. Может быть и то, и другое. В любом случае, я ни хрена о них не знаю. Кроули, что-нибудь ещё? Донор. Боюсь, что нет. Я предполагаю, что они провели тут больше времени, чем обычные клиенты. По часу на каждый визит. Просьба была одна и та же, девушка в белом. Джеки была их любимицей. Да, жена этого хрена притащилась сюда и начала совать нос куда не следует. Кроули, жена Финка была здесь. Донор. Ага, сука припёрлась сюда в поисках информации. Она что-то заподозрила и пришла сюда за ним. Я её послал, но она, наверное, добралась до Джеки в нерабочее время. Она наверняка распустила Нюни про то, как её муж обманул или что-то ещё. И Джеки ей всё рассказала. Всё, что я знаю, это то, что Джеки не пришла на следующий день. Конец протокола. Интервью 19.03-2. Опрашиваемый доктор Хайвард. Опрашивающий доктор Крот. Предисловие. До события 19.03-3 доктор Хайвард сообщил о необычном поведении SCP-19.03. Доктор Хайвард отдал распоряжение Дженнингсу написать редакцию 1 и 2. Дженнингс подвергся запущенной стадии поражения и покончил с собой через 3 дня. Начало протокола. 07.03-1942. 12.30. Доктор Крот. Ну что вы, как вы себя чувствуете? Доктор Хайвард. Вроде нормально. Я сожалею о том, что произошло с Дженнингсом. Если бы я не сказал, он не стал бы писать отчёт и отправлять его всем. Никто не знал все истории до этого, только фрагменты. Доктор Крот. Вы просто делали свою работу. Если бы не он, то кто-то другой. Доктор Хайвард. Вздыхает. Я думаю, вы правы. Кто-то должен был это сделать, полагаю. Если не он, то Мартин или Тэмми. Слушайте, я благодарен вам за сочувствие, правда. Но я уверен, что у вас есть ещё вопросы. Давайте быстрее закончим с ними. Доктор Крот. Пауза. Затем вздыхает. Как вы себя чувствуете после воздействия? Доктор Хайвард. Сначала всё было нормально. Через несколько часов я почувствовал раздражение в поражённой области. Я не придавал этому значения до второго дня. К тому времени это было похоже на сильный солнечный ожог. А кожа на лице начала слезать. Анализ на содержание ртути тоже был невесёлым. Оно по-прежнему болит при прикосновениях. Доктор Крот. Хорошо, мы можем предоставить вам обезболивающее, если это поможет. Вы можете рассказать о вашем отчёте подробнее? Вы сказали, что SCP-1903 пыталась заговорить с вами. Доктор Хайвард. Верно. Я сидел в смотровой и читал вторую редакцию. Когда я закончил, то увидел, что SCP-1903 смотрит на меня через обзорное окно. Я даже не заметил, как она подошла и вздрогнул. Она ничего не сказала, просто шикнул на меня. Я её сфотографировал и попытался заговорить с ней. Но она просто села обратно на койку. Мне кажется, она поняла, что я читал её файл. И пыталась предупредить меня, чтобы я никому не рассказывал. Но это лишь догадки. Доктор Крот. Спасибо, вы хотите что-нибудь ещё сообщить? Доктор Хайвард. Нет, я... Вообще-то да. Я не знаю, видят ли их остальные, но иногда я вижу вспышки. Доктор Крот, вспышки. Когда вы их видите, как часто? Доктор Хайвард. Вообще-то это, вероятно, неправильная формулировка. Кратковременные галлюцинации. Я начал видеть их прошлым вечером, когда заметил, что маска закончила расти. Я не чувствую головокружения в это время или ещё чего-нибудь. Иногда я просто их не замечаю, когда сосредоточен на чём-то, может быть. Раз в пару часов люди немного меняют одежду. Я могу сказать, что это тот же человек, но он одет в белый смокинг или белое вечернее платье. Шикарное и немного откровенное. Доктор Крот, пауза. Насколько откровенная? Доктор Хайвард. Эх, ммм, быстро бормочет. У платья глубокий вырез, и всю спину видно, но юбка немного напоминает свадебное платье. Доктор Крот. Вы не... Доктор Хайвард. Нет, как те, что в хранилище. Те, которые мы получили от донора. Если вокруг много людей, то это немного похоже на маскарад, за исключением одного. Все повёрнуты ко мне лицом. Даже если их шеи должны сломаться от такого, они просто смотрят на меня. Доктор Крот. Как долго длились эти галлюцинации в последний раз? Доктор Хайвард. Я не знаю, может быть, около 10-20 секунд. Доктор Крот. Это всё, что вы видите во время галлюцинации? Доктор Хайвард. Ну, иногда ещё есть человек, прислонившийся к стене. Он тоже смотрит на меня. Он... Он впивается в меня глазами, как будто ждёт, что я буду делать. Он не носит маску. Коричневый костюм. Так что он несколько бросается в глаза. Я должен знать, как выглядит его лицо. Я слишком хорошо знаю это выражение. Но я всегда забываю его, когда пытаюсь представить. Я... Я думаю, что это, наверное, донор. Конец протокола. Заключительный комментарий. Показания доктора Хайвара совпали с показаниями других сотрудников, работавших с SCP-1903, которые также предположили, что господин донор был частью коллективной галлюцинации. Дальнейшие исследования SCP-1903 показали, что она тоже испытывает галлюцинации. Исследования, испытывает ли SCP-1903 галлюцинации в то же время, что и работающий с ним персонал, продолжаются. Субтитры создавал DimaTorzok